Итак, это естественно Arxurvival, мы с вами продолжаем, за кадром я тут немножко фармил, ресурсы добывал, мне правда в выходные совершенно не было возможности записывать, точнее меня вообще не было рядом с компьютером, был на даче, поэтому-то и выпусков на самом деле не было. Вот, только вернулся, соответственно, я хочу попытаться защитить еще один золотой грузовой модуль, попытался защитить красный, но с четвертой волны мне пришлось уйти, там пришли какие-то бешеные, дико бешеные трицератопсы, и мне пришлось выпрыгивать этого на гигантозавре, потому что он просто стал умирать. Ну и... Давай, отлично. Соответственно, хочу защитить еще один золотой, это у нас с вами абсолютно точно получится, потому что мы даже на Arxurvival смогли это сделать, и глядишь, может быть еще что-то хорошее оттуда получим, может быть седло, может еще что-то, потому что мне, видимо, не хватает тупо брони, как показывает практика, скорее всего, именно этого. Естественно, весь бой я добавлять сюда не буду. Что это такое вообще-то? Можно собрать? Нет. Так вот, весь бой, естественно, добавлять не буду, добавлю, наверное, только последнюю волну плюс сам лут, потому что сами понимаете, что, ну, как бы смысла, ну, это же показывать абсолютно нету. Вот у нас, блин, вот я красный защищал только что, и у меня каждая волна приходила просто идеально, то есть ты убиваешь существо и прибегает следующее существо. Вот, вызву золотой, ну, он и был, ладно, он и бежит. Вызву золотой, опять какая-то петрушка, потому что нету врагов. Ну, в общем, ладно, вот они пришли. Соответственно, сейчас быстренько загрызаю всех, увидимся на последней волне. Так, у нас последняя волна, есть небольшая проблема, то, что что-то дроп в каком-то очень унылом состоянии на этом самом, на Arx, я его меньше задевал. Но, все-таки, да, большая проблема именно с гигантозавром, то, что он постоянно кусает по дропу и бьет. То есть ты не можешь забить существо, не ударив дроп. А урон у нас очень большой, и, соответственно, мы очень быстро его просто ломаем. Мне кажется, в основном сломал его я. Поэтому сейчас стараемся прям супер аккуратно все делать. Я вот думаю, а можно будет мне посмотреть, что я творю, да? Так вот, я думаю, может быть, мне себе дробовик сделать. Как вариант. Так, ладно, будет нормально, эти все не меня согрелись. Да быстрее. А, у него перегруз. Стоп, нам нужно выкинуть... Ну, хотя бы мясо выкинуть лишнее, да? Слишком много мяса. Вот это ерунды. Хм, подожди-ка. По-любому они ползли к нему, но почему-то она согрелась на меня и перестала идти в эту сторону. Так. И парацер, скорее всего, тоже отсюда. Сейчас посмотрим. Оставшихся врагов двое. 14 тысяч, нормально, еще дофига здоровья, хорошо. Вон еще один парацерчик. Да иди ты. Дай сюда ногу. На разворот. Ага, вот они, нет, все. Просто тут и обычные парацеры бывают, понял. Раз. А, у меня очень много нароста, наверное, с собой. Его нужно скинуть. Все. Ладно, но... Гебантазавр это гораздо проще и гораздо быстрее. Мне это прям понравилось. Давайте извлекать. Да, извлечь предметы. А, точно я и забыл, что оно вот так извлекается. Надеюсь, сейчас получим что-нибудь годное, действительно. Так. Отъедимся. Ну, опять же, огромное количество криоподов, которые мне вообще не нужны в разрезе того, что у меня есть телепорты. Мне нужны седла. Или чертежи седел. Может быть, даже чертежи были бы получше. Все, что ли? А еще здесь валяется. Давайте посмотрим. Снайперская винтовка фиговая. Это фиговая. А, кстати, сама снайперская винтовка уже готовая. То есть, не нужно будет ничего крафтить. В общем, понятно, в этот раз без седел, но шлем прикольный, ладно, хорошая броня. Штанишки можно будет сделать себе. И остается только нагрудник найти. Ну, в общем, да, их просто тупо нужно фармить, и ты с них получишь все необходимое. Я предлагаю дальше с ними просто не заморачиваться с дропами, с этими, потому что здесь ситуация такая же, как с обычными. Ты полностью рассчитываешь исключительно только на удачу. То есть, повезет, не повезет. И нужно фармить, фармить, фармить. И именно поэтому мы с вами пользуемся Upgrade Station, чтобы просто вырезать эту как раз часть из нашего геймплея. И нам можно было немножко побыстрее записывать выпуски. Ну, потому что есть вариант просто действительно сидеть там, пытаться что-то себе выбить. Но, сами понимаете, шанс очень низок, и на это можно потратить очень много времени. Соответственно, точнее, ну, если ты действительно задался целью что-то выбить, то это выбьешь. Но просто потратишь на это огромное количество времени. Именно поэтому я этого сейчас делать не хочу. Ну, где-то на серваке, с кланом, еще с чем-то такое-то. И когда ты это делаешь не один, каждый занят своим делом. Когда все это быстро проходится, это один разговор. А вот так вот соло это все слишком-слишком долго, и записывать в выписке совершенно невозможно будет. Все хорошо, про это пока что мы с вами забыли. Больше этим не занимаемся. Что у нас происходит? 4 тысячи, давайте обратно так переложим, чтобы состакалось 139. Нормально, в принципе. Я предлагаю все-таки сделать то, что я хотел сделать в прошлом выпуске, а именно отправиться в снежный биом и поискать там, во-первых, снежную сову, во-вторых, поискать, может быть... А, это тоже дроп. Понял, 6 штук. Может быть, моногарму получится приручить. Было бы очень, на самом деле, прикольно, потому что 100 лет их не приручал. И очень хочется попробовать это все сделать по-новой. Попробовать его сыпить или в какую-то ловушку его поймать. Но если я все правильно понимаю, у нас с вами появился... Нам нужна будет сетка. Сетка по-русски пишется. Вроде как, этой сеткой можно его зацепить. Сеть. Вот, снаряд-сеть, да, его теперь везде можно использовать. И он у нас с вами запускается с гарпунного ружья, вот такого. То есть, в принципе, мы можем спокойно сейчас это все скрафтить. Как минимум, сова должна этим цепляться. Я просто, ну, в этом абсолютно уверен. Опять же, да, длинная винтовка, как видите, не пришло ни одной длинной винтовки. Тупо не повезло. Так что, да, делаем гарпунное ружье. Дальше делаем с вами сетки. Я думаю, что сделаем штучек 10. У нас с вами дофига ресурсов, так что с этим вообще никаких проблем. Есть, готово. Нам нужно обязательно улучшить длинную винтовку, чтобы можно было больше... И не париться. Слитки металла у нас с вами для этого есть. Дротики есть. Все будет нормально. Что-то как-то маловато будет. А, ну да, я же потратил все на дротики, на эти, которые у меня. 209 дротиков еще есть. Что-нибудь здесь у нас осталось? Мы получили... А, вот, 700, 287. Да, все, я уже перекладывал сегодня, все верно. Фух. Что-то я уже подзабыл. Я, на самом деле, тут дропами занимался, пока красный нашел, вот, желтый нашел. С красного просто убежал. Теперь мне нужна древесина и кожа. И то, и другое у нас с вами тоже имеется. Особенно сильно увлекаться не будем. Там сейчас улучшим. Хотя бы, я не знаю, до сиреневого. Ну, посмотрим, как пойдет. Может быть, и до легендарки. Но что-то у меня такое ощущение, что мне просто металла на это не хватит. 275. Да, еще 315 слитков нужно. То есть, как я угадал, до сиреневого. Все. Больше пока что мне не требуется. Дальше я бы все-таки сделал нагрудник из металла. Потому что вот этот тканевый, он очень быстро ломается. То есть, это у нас с вами идем. Броня, металл, самый обычный нагрудник. Подтягиваем ресурсы. Не знаю, стоит ли мне его... А что, по волокну? А почему так мало волокна? Нет, на самом деле, волокна у меня просто звались. Так, мы можем, знаете, как с вами сюда волокно подтянуть на 100 нагрудников. Банс. Подтянули. И вот у нас где-то там должно быть волокно. Что? Нет, 164 волокна. А где мой... Да, он на самом деле просто на мегатере очень далеко, видимо, стоит. Там 40 тысяч волокна в нем лежит. Господи, нужно сюда все перетащить. Окей. А, да, брюки-то можно такие сделать. Давай. Создать один. Сразу улучшенные. И нагрудник мы с вами, естественно, сразу тоже улучшим. Потому что хотелось бы, чтобы он был попрочнее и не ломался. Насколько сможем. Ну-ка, не хватает следов... А, ну да, следователь металла, естественно. Там, правда, может быть прохладно, но вроде как здесь, в этих биомах, там не работает жара и холод. Вот, то есть, там с этим гораздо... Здесь, точнее, на этой карте с этим гораздо проще. У нас с вами даже сладкий кекс овощный есть. Все, вроде все, у нас с вами есть. Больше ничего нам не нужно. Отправляемся туда, я думаю, возьмем... Хм, аж кого мы с вами возьмем? Я поеду, скорее всего, вон на Теракси. Я слишком много вешу, и поэтому я уже не могу нормально. То есть, можно что-то выложить и попытаться долететь туда, но... Нужно выкладывать вообще почти все, что у меня есть, нужно выкладывать. Просто Тер не поднимает. А может быть заморочится тогда по поводу какого-нибудь инфорсора. Но пока что попадаются только слабенькие, там, 5-й, 10-й, 25-й, такие уровни. Ладно, если найдем хорошие уровни, то загрызем и обязательно все создадим. Ну что, мы с вами на месте, вон моногарм есть, 10-й, правда. Я думаю, а может быть, ну и черт с ним. Я просто хочу протестировать, насколько хорошо работает вообще, работает ли вот эта вот фигня. Пока он тут сражается, давай, перезаряжай. Окей. Не попал. Мне просто интересно, вообще работает она на моногарм, или это слишком большое существо для нее. Для сетки. Потому что как по-другому вот это приручать, честно говоря, нет. Видите, вот, хотя она это была... Зеленая. А-а-а! Оно даже мамонта связывает. Стоп! Куда он делся? То есть, если мы с вами смогли даже мамонта связать, то моногарма просто по-любому. Только тот куда-то делся и больше не вернулся. Ладно, поехали дальше. Попытаемся все-таки, может, сову какую-нибудь найти классную. С собой можно подступить гораздо проще. То есть, сначала немножечко понастреливать, ну как с обычным аргентарисом. Из дротиков. То есть, набрать небольшое количество оглушения, а потом уже использовать, естественно, сетку. Потому что между сетками там будет большой перерыв. Она за это время может просто улететь. Где же моногарма? Как странно. И он просто исчез, и все, и больше нету. Стоп! 55-й. Хм. А почему бы и нет? Почему бы не попытаться провернуть это именно с моногармом? Раз он такой веселый, тут застрявший. Ха, может быть, он даже вообще не сможет выбраться. Но это неправильно тогда. Хотя нет. Он смог выбраться. Интересно, он меня заморозит или нет? Лично меня сейчас. Пассивка. Во, отлично. Так. Стреляем еще раз. Теперь. Да. Вот так. Все отлично. Ха-ха. А, ладно. Это на самом деле очень круто. Что все это срабатывает, так как я и хочу. То есть я так и хотел, естественно, согреть просто на Рекса. Сам потихонечку понастреливать. И потом уже при помощи сетки, естественно, усыпить. Ну, то есть 25-й нам точно не нужен. 55-й нам нужен исключительно для того, чтобы... Просто был. Как всегда. Потому что моногармы, они сейчас хороши исключительно только для перемещения. Раньше они были очень крутые еще и в сражениях, потому что на них можно было бесконечно парить. И это пофиксили, если не ошибаюсь, там, чуть ли не моментально. То есть буквально через 2 недели после того, как они появились, это все быстренько пофиксили, убрали им эту способность. Те, кто ее застал, те, кто с ней поиграл, те прям... Ну, то есть просто влюбились в нее. Я лично в эту способность просто влюбился. Но когда ее убрали, я перестал моногармами пользоваться полностью и стал пользоваться только модифицированными моногармами, которые точно такие же, как они были изначально. Вот. Потому что на этом вроде 3 или 4 раза можно пролететь. Ну, то есть переместиться. Это нужно сейчас тестировать. Раньше можно было бесконечно все это делать. Все. Лети домой. Следующим у нас будет, естественно, сова. С собой я хотел поступить именно так же. То есть агрю ее на рекса, а на рекса начинает грызть. Я тем временем ее настреливаю. Как только там подходит оглушение, спокойненько кидаем сетку и продолжаем усыплять уже просто в сетке. 150-й моногарм. То, что нужно. 25-я. 140-я сова, 150-й моногарм. Вот это совпадение, так совпадение. Я именно сову ищу. В принципе, 140-я нам подойдет. Куда нам полетело, блин? Слушай, мне нужно, чтобы ты все-таки атаковал. Давай, иди сюда. Слишком сильно пробивает его. Спокуха. Да почему ты их-то бьешь, дурачина? Ты же сейчас умрешь. Уходи. Уходи. А они не успокоятся. Ну. И сова туда же. Черт, нужно помогать. Да уж. Вот так. Обидно. В общем, всех забили. Никого приключить не смогли. 25-я сова, это интересно. Ладно, пойду искать дальше. Блин, так обидно. Ну-ка там. 50-й моногарм маленький. Я думаю, что 120-я нам, в принципе, подойдет. Сейчас главное, чтобы она мило тело согрелось на меня. Тихо, спокойно. Идешь сюда. Садимся. Примерно то же самое нужно провернуть. Тихо, 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 тихо. Заглючил метовка. Не-не-не, бей, бей, пожалуйста, этого самого спина. Спина, в смысле, естественно. Рекса. У нас хорошая броня, она меня пробить не должна, конечно. Я просто боюсь, что она меня заморозит. Ну-ка, 2200. Нам этого достаточно. Заряжаем. Есть, хорошая. Ну да, 120-я будет нормально. Только очень мало здоровья. 1400. Это что-то как-то... Чересчур мало. У аргентайвисов гораздо больше. Илья что-то путаю. Не знаю. Почему так мало, я не знаю. Вот именно поэтому, да, 140-я, скорее всего, так быстро умерла. Из-за того, что у нее было так мало здоровья. В общем, понятно. Это не боевое существо. Ну и по большому счету, действительно, это не шибко боевое существо у нее. Особенность в том, что она замораживает. И во время этой заморозки... Она уснула или нет? Ее что-то не очень понравилось. Давайте сейчас еще раз выстрелим, кстати, пожарный. Так вот, во время этой заморозки она лечится. И может замораживать другое существо. Соответственно, опять же, во время заморозки она будет лечиться. Да, сейчас эффективность, скорее всего, просядет из-за того, что я не понял, что здесь произошло. Она в сетке не может лечь нормально. Соответственно, она лежит как бы связанная постоянно. Когда сетка закончится, то мы с вами увидим анимацию того, что она уснула. Возможно. Не знаю, как это работает, честно говоря. Вот и проверим. Хотя нет, все, она лежит, спит. Соответственно, последний выстрел был абсолютно точно лишним. Лишним мы с вами сбили эффективность и, наверное, довольно-таки серьезно. Так, а сколько тебе нужно кусков мяса? Всего два кусочка, и голод падает очень быстро, так же, как у моногарма. То есть сейчас никаких проблем не будет. Давайте просто баранину сразу закидываем. Да, по 70%. Найс. Во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во. Тихо-тихо. Лично сова. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо. Пассивка, пассивка. Пассивка. Жить, не умирать. Всем жить. Все, летим домой. Делать седла. Там где-то дроп упал. Но мне плевать уже на дропы. Дропы мы с вами позащищали. И, в принципе, эти самые злые элементы. Пока что этого достаточно. Учим седло. Нам нужен, естественно, моногарм. И нам нужна снежная сова. Делается все, скорее всего, в верстаке стандартненько. Улучшать пока что не будем ничего. Потому что мне просто хочется протестировать. Снежная сова. Моногарм. Но мы как-то очень быстро все это дело нашли с вами. Прям как-то очень быстро нашли. Очень быстро приручили. У них очень мало оглушения. И вообще... Очень быстро, естественно, голос падает. Вот сова мне нужна для того, чтобы быстро можно было летать. У нее хороший носимый вес. 547. Да. Это все-таки действительно нужное существо. Плюс она может парить. Она может парить как этот... Я только что это вспомнил, что она может парить как грифон. Я, то есть... Даже приручая ее, совершенно об этом забыл. И забыл, насколько она полезна. И здесь, на этой карте, она гораздо лучше, чем, естественно, эти гребаные птернадоны. А я мучился постоянно. Ну и если мы с вами нажимаем правую клавишу мыши, она замораживается и начинает лечиться в этот момент. Следующее. Что мы с вами прокачаем? Прокачаем немножечко носимый вес, потому что все-таки мало носимого веса. И нужно качать выносливость. Скорость при движении ей трогать не нужно, потому что за счет того, что она парит, очень быстро перемещается. Я хочу найти какое-нибудь маленькое существо. Например, вот тебя. Вот трицератопс. Сейчас спокойно ударим два раза. Раз, два, три. Заморозим. Нужно излететь для того, чтобы заморозить. Просто так не замораживается. Или замораживается. Просто кулдаун. Да, видите, что творится? Мы и себя лечим, и его лечим. Вообще, на самом деле, это вот безумно крутое существо, в том плане, что если ты... Я просто сейчас вспоминаю Каркинуса. Когда Каркинуса приручаешь и пробиваешь ему большое количество здоровья, потом, соответственно, тебе нужно как-то его отличить, чтобы не убить. У тебя есть два варианта. Ждать, пока у него наберется... То, что если у него очень много оглушения, он как бы убегает и есть не будет. Если же оглушений мало, то можно бы принести какую-нибудь тушку. Он попытается атаковать тебя, ударит тушку и таким образом подлечится. Так вот, при помощи нее можно его немножко подлечить всегда будет. Ну, то есть, если бы она была на той карте... Ну, ведь там, на самом деле, не только на той карте бывают Каркинуса, бывают модифицированные и прочее. То есть, на самом деле, это нужно учитывать и ее можно использовать таким образом. Окей, сова, это, безусловно, просто шикарнейшее приобретение. То есть, я теперь смогу нормально перемещаться, собирать... Ну, коробочку нужно слетать с опытом, собрать, да, естественно, немножко пофармить. Вот. Плюс искать на ней будет гораздо проще все вот эти вот дропы, если я еще захочу что-то позащищать. Так, теры, до свидания. Но, естественно, еще у нас с вами остался моногарм. Давайте-ка, закидываем сюда седло. У меня тут все немножко подзастряли, потому что в одной точке слишком много всего скопилось. Управлять моногармом. Вот, тебя уберем. Гигантозавра тоже нужно убрать. В следующем выпуске, наверное, обязательно мы вам имена дадим. Прямо сейчас мне уже скоро уходить и лезть, выбирать имена и быстро сюда приносить. Просто мне не хватит времени на это. Что-то мне как-то... Не знаю. Капитально застрял. Нужно всех убирать. Я постоянно фармил, скидывал их, фармил, скидывал. Они все из-за этого сгрудились в одной точке. Ну вот, все. Давайте теперь его посмотрим. То есть здесь у нас носимый вес похуже, выносливость 660. Выносливости мало. И вот как пользоваться моногармом я абсолютно не помню. Если я нажимаю пробел, он летит вперед. Три раза, да? То есть максимум, что я могу сделать, это три раза прыгнуть. Опять же, выносливость очень быстро, как я сказал, заканчивается. Давай сейчас какого-нибудь игуанодончика забьем. В принципе, довольно-таки простая цель. А мы получим с этого хотя бы парочку уровней. Естественно, качнем. Ладно, один уровень получили. Так вот, я хочу попытаться все-таки подняться в небо еще раз. У него же есть ускорение. Я выклавишу мыши, да? Да. Но опять же, выносливость закончилась просто на раз-два. Это мой инфорсор. Нормально. Головой он часто бьет. Вообще, на самом деле, неплохой урон, с учетом того, какая скорость ударов по 90 урона. Если прокачать, это маленький, 55-й. У него будет урон очень хороший. Но же, я помню, что ты вот как-то лево, вправо, вперед, и все. Лево, вправо, вперед, три. И дальше у меня выносливость закончилась. Раньше так можно было летать, ну, как я сказал, фактически просто бесконечно, потому что выносливость так не расходовалась. И он у тебя просто летал, летал, летал. Ты перемещался на нем просто безумно быстро. Плюс, из-за того, что у него вот эти пролеты его позволяют, да, мы можем, если не ошибаюсь, нажать еще какую-то флавишку мыши, си что ли, он начинает замораживать. Нет, клавиша сет, удар. А, правая клавиша мыши, да, все правильно, на правой клавишу мыши ледяной выдох. То есть, при помощи него мы с вами можем в воздухе завистывать на одной точке, точно. Сейчас попробуем провернуть. Ну-ка, давай. Да, вот он летит на нем, на этом выдохе. Это, опять же, очень быстро тратит выносливость. Это, безусловно, должно замораживать врагов. Ну-ка, 18-й маленький. В общем, это супер печально. Раз, два, третье уже нельзя, выносливости нету на то, чтобы выдохнуть. Ой, не могу я на это смотреть. Не могу я пользоваться моногармами, потому что это одно сплошное разочарование, потому что я до сих пор помню, насколько они были крутые. Столько времени прошло, сколько прошло? Два года, если не ошибаюсь. Вроде как, два года прошло с того момента, как появилось это дополнение и появились моногармы. И, честно говоря, я тогда в них просто влюбился. Я помню, летал на нем вообще бесконечно. И в итоге весь кайф обломали, сволочи. Нужно ставить обратно модификацию, ставить модифицированную моногарму. Ну что ж, друзья, я думаю, что сегодняшний выпуск на этом завершим. Я постараюсь завтра сделать следующее, если все сложится нормально, если хватит времени на это все дело, естественно. Потому что еще и Майнкрафт хочется тоже записать. Ну, мне просто понравилась сборка, если кто-то смотрит, он понимает, что прямо сейчас проходится еще это Каполис 2. Вот, соответственно, на это пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать нового выпуска. И удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.